Я всех вас приветствую, очень рад вас всех приветствовать, так как не ожидал здесь быть. И, честно сказать, я не собирался сюда ехать. Во-первых, за два дня мне сообщили, за три дня. Мне, конечно, бы хотелось поехать, если бы я был готов. Но поскольку очень быстро предложение было, то у меня и так загрузка большая по работе, кризис и избытка работы. Потом кризис развития, очень много развития, кризис, понимаете, надо что-то сделать с этим избытком. Но я молился, делал определенную работу в молитвенном доме и думал, боже, ехать мне сюда или нет. Не вижу смысла, не потому что здесь нет смысла, избыток смысла, а потому что там очень много загрузки. И, представляете, меня сюда направила следующая ситуация. За неделю до поездки я хотел купить пианино электронное. Уже возраст меня толкает на то, что пора развиваться. И я решил научиться играть на пианино. И нашел пианино в Краснодаре электронное. И мне сказали, приезжай, купишь. И мы купили билет, купили обратный билет, заплатили регистрационный сбор. И мне прислали сообщение оттуда, что пианино мы передумали продавать. И я оказался здесь. Видите как. Ну что можно дальше сказать. Предыдущие два года назад я побывал на молодежном конгрессе. И там подошли ко мне и сказали, Сергей, говори кратко, у тебя одна минута. Я говорю, я прочту вам стихотворение. Когда я сегодня обдумывал, какой бы рассказать опыт, у меня опыты из контекста вырвутся. И не совсем мы все поймем. Ну, я не смогу транслировать так, чтобы вы поняли. Но я удивился, что мой опыт начинался с Сочи. Я в Сочи первый раз. Но в 2014 году были Олимпийские игры. И у меня дом в моей местности находится около реки. И я думал, надо же, здесь будет своя Олимпиада, а у нас своя Олимпиада. У меня горка 600 метров длиной до речки. И я думаю, мы ее покосим и будем с детьми кататься на лыжах. Потом накатаемся ко мне в дом. Таким образом, мы приобретем для ребят доверие. Ребят приобретем. Но это такая вот сочинская нотка. А скажу следующее, в чем мой опыт. У каждого есть цель, я так надеюсь. И эту цель по существу мы называем словом «миссия». И если мы эту миссию теряем из виду, то, я думаю, мы теряем и горение. И мы, как сказать, неплодоносными становимся. Моя миссия такова, что я считаю, что однажды Христос меня нашел, открыл себя, и теперь я не могу поступать так, поступать по-другому, как так, как Он ко мне отнесся. Поэтому моя задача – достигать людей Христом. И вот один опыт я вам тогда расскажу. Я работаю сантехником, то есть моя специализация – я работаю сантехником. И Господь предложил мне эту работу, и я стал сантехником. И радуюсь, что именно у меня часто и много общения с людьми. И вот один опыт мой, пятилетний, общался я с одним парнем-шиномонтажником, у которого большой круг ребят. Большой круг всегда. Я когда к нему приходил, он мне колеса делал на машине, мы с ним периодически открывали Библию, потом мы ему подарили Библию, стали с ним читать. Круг людей стал расширяться, ребята с ним слушают. И вот через пять лет произошел такой вот случай. Поскольку у нас городок небольшой, где-то тысяча восемь сейчас осталось, и в принципе меня, ну я всю жизнь там живу, знает, как сектант, так сказать, особый, вот спецназовец такой. И там среди общения восемь человек оказалась женщина, которая знает меня именно как вот сектант, с которым нельзя разговаривать, потому что он не из того круга, а с традиционного. И когда я опять же вошел в дискуссию, мы всегда дискуссию направляем в Божью сторону, то, а эта женщина взяла вот шиномонтажника, этот парень, он руководитель, и вывела его из зала, ну из помещения, и с ним о чем-то беседовала. Мы с ребятами там закончили тему, и через какое-то время я опять приехал к нему, и он мне рассказывает, говорит, ты знаешь, помнишь, тогда вывела женщина меня? Я говорю, ну да. Она мне говорит, ты знаешь, кто это сидит? Я говорю, кто? Она говорит, это же сектант в городе. Это самый известный, так сказать, сектант. И поэтому, как ты можешь с ним общаться? А он говорит, расскажи, что значит сектант. Ну вот, ну не могу толком рассказать, вот у них молитвенный дом вот в том месте. Но он говорит, ну это все, что ты можешь рассказать? Она говорит, ну да. Он говорит, ну а я его знаю, что он мой друг. Ну все, сектантские, так сказать, замашки закончились у человека. И я для себя сделал следующий вывод. Как хорошо нас знают люди, как хорошо мы знаем Бога, это та результативность, которую мы пожнём. Хочу закончить стихотворение. Пусть это будет стихотворение, потому что... Сейчас я тут немножко волнуюсь. Называется стихотворение «Скрипичный концерт». Играла скрипка, для глухих играла. Кому-то в голову пришла идея устроить праздник вроде карнавала и слабослышащих позвать людей. Скрипач всё знал. О да, он мог фальшивить. Мог даже не касаться струн с мычком. Но он сыграл в глухом, беззвучном мире, как не играл до этого никто. Им пела скрипка о любви и чуде. Грустила нежно о большом и сложном. Поплакала о том, чего не будет. Утешила, что в жизни всё возможно. Скрипач закончил. В зале все поднялись. Он оглушительней овации не знал. Глухие люди скрипкой наслаждались, с его лица читая то, что он играл. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы могли бы и без слов носить в себе того, кто может словом достигать в любых ситуациях. У него много способов, как достигать людей, нас, нас как находить. Пусть он нас всех благословит. Аминь. Сергей, не уходите. Давайте мы помолимся за Сергея, за тот опыт, то свидетельство. Отец Небесный, мы склонились сейчас перед тобой. Благодарим тебя за брата такого, который несёт свет этому миру. Господи, на своём рабочем месте. Господи, дай ему это доброе сердце. И дальше, чтобы он мог, Господи, показывать Тебя каждому человеку, который встречается ему на пути. Благодарим Тебя за этот опыт. И помоги нам всем быть такими, быть похожими на Тебя, отражать Тебя, Господи, в этом мире, где бы мы ни находились, где бы мы ни работали, что бы мы ни делали. Во имя Иисуса просим Тебя обо всём. Аминь. Друзья, у меня объявление. У меня здесь есть ключик, кто-то потерял от своего номера. Посмотрите, у вас у всех есть номерочки. Если у кого-то вдруг нет, то вот он здесь будет лежать. Давайте пока. Вот так. А сейчас я приглашаю Людмилу Верлан, которая расскажет свой опыт. Он у меня, этот ключик, если что. Добрый вечер. Как уже мне Светлана представила, меня зовут Людмила. Господь мне доверил, работая с детьми с ограниченными возможностями. Как раз в тему получилось «После стихотворения брата». Я руковожу центром для детей с ограниченными возможностями. Господь делает удивительные чудеса в нашем центре и даёт возможность говорить мамочкам, которые по-другому навряд ли бы когда-нибудь пришли бы к Богу и вообще узнали бы о Боге. Потому что эта категория родителей, она вся уходит в себя, она уходит в свою боль, и ничего они не слышат и не видят. Но когда они приводят к нам своих детей, и мы молимся, чтобы Господь через нас явил любовь Иисуса Христа, и они начинают таять. Наши мамы начинают слушать что-то. У нас каждый день мы проводим уроки доброты. Они вместе с детьми слушают библейские истории. У нас в центре стоит специальное приспособление, куда мы выкладываем газеты. И так как у нас дети меняются каждые два месяца, у нас газеты лежат по три месяца. И что интересно, что к концу этого срока, через три месяца, газет почти не остаётся. Может быть, одна-две газеты остаётся. С остальной всё они разбирают, потому что мы им говорим, если вам что-то понравилось, можете брать себе домой. Даже так удивительно получилось, что одна бабушка, она не знала, что можно домой брать. Она привела внука, потом приходит на следующий день, подходит для меня всё одно. «Вы меня простите». Я не спросила, я взяла эту газету, я всю ночь её читала. И вот я вот отдаю вам обратно. Простите, что я взяла без спроса. Я говорю, берите, пожалуйста, читайте на здоровье. Кроме того, у нас все книги миссионерские тоже лежат у нас в центре. Родители имеют возможность их читать. И как раз очень хорошо, что все мы знаем, что в прошлом году были «Паруса надежды». У нас девиз нашего центра «Весь можно найти надежду». И эти книги года миссионерские очень они в тему. Я благодарна Господу за то, что Светлана Малова к нам приезжала тоже в город, в Краснодар и дала концерт, оставила много дисков. И что интересно, вот как раз вчера вы тоже слышали, что мужчины приходили и просили ещё. У нас мало пап, потому что в основном папа уходит из такой семьи. Где-то процентов 70 пап уходят. Они не выдерживают, когда дети больные. И к нам в центре ещё меньше пап приходят. В основном мама приводит. Но вот несколько пап всё-таки они к нам приходят. И когда мы всем раздали диски Светланы, он приходит на другой день, мне так мнётся, как-то ему неудобно. Говорит, вы меня простите, пожалуйста, мне неудобно. Вы и так нам подарили эти диски. Ну, вы знаете, я на работе дал послушать, и так всем понравилось. Ну, можете хотя бы пять штучек дать? Я говорю, дайте вам десять. И точно так же, как вчера, не буду повторяться, вот точно так же люди приходили и просили, пожалуйста, дайте ещё, дайте ещё. Потому что если приедете ещё раз в гости, в общем-то, диски точно разойдутся. Ещё мы, с Божьей помощью, раздавали диски и раздаём. У нас немножечко ещё осталось. По здоровому образу жизни. Замечательный диск, который выпустил Вадим Сорокин. Эти диски, они тоже у нас в ходу, в нашем центре. Слава Богу. И Господь ещё положил на сердце. Каждый Новый год мы дарим календари нашим родителям. И у нас весь центр обклеен календарями в разной тематике. То есть от входа до выхода по всем кабинетам по разной тематике есть календари. И ещё Господь мне вот тоже дал такую мысль. Я по долгу того, что я директор, хожу по всем этим инстанциям. Пенсионный фонд, налоговый и прочее. Все эти не очень любимые нами учреждения. И там я каждый год тоже вставляю календари. А в этом году так получилось, что я не успела перед Новым годом. И думаю, ну после Нового года как-то уже не в тему вроде. Думаю, давайте идти, не идти. Ну ещё как-то думаю, ладно, но всё равно пойду. Представляете, что я увидела в пенсионном фонде, в кабинете моего инспектора. Захожу, а у неё... Она так мне говорит, вы не пришли? Когда, в общем-то, Новый год? Я решила, а я все календари храню, она вырезает год и оставляет текст. И у неё в кабинете, мы шесть лет работаем, и вот у неё шесть раз... Я говорю, слава Богу, что Господь мне положил как-то так, что я не повторялась. Ей предвестила разные календари, хотя я не запоминала, какой календарь я ей подарила в прошлом году, с каким текстом. У неё, получается, все тексты висят на стене над её столом. И она говорит, вы знаете, простите, пожалуйста, но вот зашла моя кума, увидела... Вы можете тоже дать ещё календарь для неё? Я говорю, пожалуйста, берите. Так что не стесняйтесь, дарите календари. Это Божья милость, потому что это такое тоже свидетельство очень хорошее. Что ещё очень интересно, такое у нас получается. Мы с нашими детками решили... Каждые два месяца мы проводим праздники. И у нас есть и неверующие сотрудники. Восемь человек у нас... Ну как, я не могу сказать, что неверующие, но не члены церкви. Восемь не членов церкви. Мы как-то так думали, стоит, не стоит, а потом решили всё-таки попробовать. Тем более, что у нас дети есть не только из христианских, из русских семей. У нас многонациональный город Краснодар, у нас много мусульман. И тоже так думали, ну как христианские песни с ними петь? А потом рискнули. И послушайте, что поют наши дети. Пожалуйста, третий номер включите. Буквально один куплетик, потому что я понимаю, времени мало. Но слушайте, что они поют. Какие слова они поют? Заботы и тревоги, я несу молитвы Богу. Ну я попрошу отравлю, зиму и обошу. Спасибо большое. Здесь поют два аутиста. Это девочка с задержкой умственной отсталости, с задержкой психологического развития и с задержкой развития речи. Вы слышите, как они чисто поют? Это чудо, которое делает Бог. И представьте себе, что родители слышат о том, что все заботы я даю кому? Богу. И с ним мне хорошо. И как раз была бабушка, очень такая она патриархальная, такая мусульманка. Думаю, ну всё, она сейчас меня растерзает. Потому что мальчик мусульманин и поёт об Иисусе Христе. Это же вообще, ну как... Она подошла, расплакалась, обняла, говорит. Я бы даже не могла себе представить, что мой сын, мой муж может так петь. И последний, самый такой свежий, такой вот опыт. Пожалуйста, следующий, пожалуйста. Включите. Маля, там буквально одна минуточка. Это у нас... Боже, дождик посылаешь ты для нас. Не стоит огорчаться нам сейчас. Нужен дождик и делайся. Посмотрите, полный зал. И, конечно, нужен он всем нас. Дождик и патриархи на улице. Да, спасибо большое. Вот эти детки, они нас пригласили в центральной ДК культуры в посёлке Облановский. Это Адыгея, это мусульмане. Видели, полный зал мусульман. И дети поют о чём? Боже, будьте я спасибо. Говорим, дождик нам нужен. И вы слышите, что они поют чисто. Для них было вообще в шоке, потому что, ну представьте себе, дети с ограниченными возможностями вот так вот поют на сцене. Это практически невозможно. Это просто божье чудо. Здесь на этом концерте была женщина из другого посёлка Адыгейского. Ей понравилось. Она пригласила нас туда. А там в этом посёлке было местное телевидение. А у нас не посёлки, у нас аулы в Адыгее. Я сама живу в Адыгее сейчас. И там аулы туда, навряд ли когда-нибудь, ну я думаю, что по милости Божьей, может кто-то туда дойдёт с христианской вестью, но это достаточно сложно, потому что они вообще никого не пускают. И такие там патриархальные аулы. Было вот это местное телевидение. Они засняли наше выступление и транслировали по всему Тахтамукайскому району. То есть вот так вот устами младенца Господь славится. Такими детками с ограниченными возможностями. Молитесь, пожалуйста, за наших детей. И самое последнее. Вчера у меня сюда позвонила одна наша сестричка из Хабаровска. И она сказала, что у неё племянница. У неё нету родственников, кроме неё. Вот одна тётя у неё осталась. 12 лет старшей дочке, потом полтора годика второй дочке и 4 месяца малышу, который родился с синдромом Дауна. Муж ушёл. Исчез. Она осталась с тремя детьми, без родственников. Тётя Хабаровская. Она живёт в Ливнах. Она не член церкви. Тётя член церкви. Она посоветовала, что поговорите с ней, потому что она хочет кончить жизнь самоубийством. Слава Богу, мы с ней говорили и вчера, и сегодня. Пожалуйста, молитесь за эту женщину. Её зовут Рита. Почему я вам это рассказываю? Потому что таких мамочек вокруг нас очень много. Общество отворачивается от этих детей. Нам единственное, нужно сказать о том, что Иисус любит этих детей. Как вчера мы тоже слышали, смотреть на этих детей, как на творение Божие. Это тоже образ и подобие Божие, только искажённый грехом. И не надо проповедовать очень много мамочке. Просто мамочке сказать, что Иисус любит её, её ребёнка. И ей будет легче. Потому что в геометрической прогрессии растут эти дети. В 2013 году, когда мы начали работать, было один больной ребёнок на 50 детей здоровых. В 2015 году уже один на 20. Что в этом году, я не знаю. В 2020 году прогнозируют, что будет один к одному. То есть, вы понимаете, грех делает ужасные вещи. И таких вот родителей очень много. И тем более, вы знаете, наверное, слышали, что издан теперь закон на федеральном уровне о социальном предпринимательстве. Слышали об этом? Сейчас предприниматели имеют право оказывать социальную помощь, кому они считают нужным. Это ещё и будет поддерживаться государством. Обратите внимание на этих детей, на их родителей. Молитесь за них. И чем можете, помогите. Спасибо. Спасибо большое за этот опыт. Дети — это вообще святое. Делайте большое дело. Сергей, можно вас попросить помолиться выйти? Сергей, помолитесь, давайте. Отец наш небесный, сущий наш на небесах и живущий в сердцах сокрушённых, мы приходим к Тебе, Господи, с осознанием, что в своей немощи Ты наш единственный помощник и желающий помогать в любое время. Для Тебя нет ничего невозможного. И сейчас, выслушав этот опыт нашей сестры, мы, Господи, приносим к Твоим ногам и женщину, которая звонила, которая находится в этом глубоком переживании. Пошли ей утешение, пошли дар Духа Твоего Святого, пошли ей, Господи, в сердце своём впустить лучики света Твоего. Вот те слова, которые говорила сестра. Благослови в этом служении, потому что мы услышали ту глубину поражения грехом у общества, детей, семей, вообще людей, что образ Твой враг хочет стереть полностью. И мы, Господи, верим, что Твои силы достаточно для того, чтобы с Твоей силой идти в этот мир, для того, чтобы передать эту весть любви Твоей для этих людей, для этих сердец. Даруй нам каждому увидеть те возможности, которые Ты вложил каждому из нас, чтобы послужить для этих людей, чтобы быть эффективными на этой ниве, и чтобы свет Слова Твоего мог достигать этих сердец. Мы на Тебя уповаем по Твоему обетованию. Ты сам сказал, всё возможно верующему, верующему в Иисуса Христа. Да будет всё по воле Твоей, во славу Твою. Аминь. Спасибо большое. Я сюда приглашаю Елену Нижельскую, которая поделится своим опытом. Всем добрый вечер. Я хочу рассказать один опыт. Он, наверное, будет особенно интересен для предпринимателей. Ну и для всех, кто принимает решения по поводу честности. Я живу в Донецке, и мы трудимся с мужем и с нашей командой в санатории, в центре здоровья. И не так давно у нас появилась мечта у всех, чтобы открылось кафе в городе Донецке, кафе и магазин здорового питания. И мы очень долго искали помещение. Искали больше года. И постоянно то одно не получалось, то другое, то третье. И где-то уже даже руки опускались. И вот однажды в нашем городе есть сеть пекарен, ватрушка называется. Они в таких хороших местах расположены. И мы узнаем, что эта ватрушка, она закрывается. И все вот эти магазины, они сдаются в аренду. Для нас это прозвучало, как голос Божий, как такое проведение. Очень хорошее место, центр города, небольшой такой магазинчик. Мы нашли, ну и начали узнавать. Там были и преимущества, и были недостатки. Потому что недостаток – это то, что очень маленькое помещение. Но преимущество – это фасадные окна, высокий трафик, и цена такая недорогая. И мы созвонились с риэлтором. Все нам понравилось. Единственное, там был такой минус, что у них было всего лишь 15 киловатт электроэнергии. А для нас, если мы хотим поставить печи, поставить одно, другое, то очень мало. И мы вот не могли никак решиться. Но все-таки потом решились. И собрали необходимую сумму. Нужно было оплатить взнос риэлтору. Нужно было оплатить несколько месяцев вперед. И мы вот с этой суммой втроем приезжаем на сделку. Приехал мой муж, я и Женя. Тот, который на регистрации. Может быть, вы уже с ним знакомы. И мы встречаемся с хозяйкой. Риэлтор, хозяйка и мы. Обсуждаем какие-то детали. Она расхваливает свое помещение. Ну и мы вот уже все в предвкушении, как сейчас у нас будет очень хорошее помещение в центре города. И мы читаем договор, все нормально. И где-то там, между прочим, она говорит, хозяйка. Ну, говорит, оно стоит 25 тысяч, если я не ошибаюсь, в месяц. Но мы, говорит, мы же не будем такую сумму писать в договоре. Мы напишем, ну, меньше. Ну, так, чтобы, ну, знаете, налоговая, там все такое. Ну, мы сидим, молчим. Вот. И как-то, знаете, первая реакция греховного человеческого сердца моего была такая, да ладно, я ничего не слышала. Пойдем дальше. Вот. И мы дальше сидим. Ну, как бы уже такая тревога появляется. И все-таки вот такая борьба в сердце. Ты понимаешь, что если ты сейчас начнешь что-то говорить насчет своих там условий, своей честности, ну, это люди мирские, оно им не надо 350 лет. И это просто все исчезнет. Вот эта твоя ксеница в руках, да, она исчезнет. А последняя надежда у нас была, честно говоря, что мы уже когда-то найдем это помещение. И все-таки Дух Святой им как-то достучался. И она опять что-то такое сказала. И я говорю, знаете, я уже не помню точно, как там было, но смысл в том, что мы не можем обманывать. Она говорит, а кого вы обманываете? Вы же никого не обманываете. Вы же ни у кого деньги не забираете. И я говорю, знаете, ну, Бог, Он говорит, чтобы мы были честными. Она говорит, а что, Бог за такое не будет наказывать. Вы же ни у кого не украли ничего. Я говорю, знаете, мы не боимся наказания. Мы боимся потерять благословение. С самого начала мы не хотим наш бизнес начинать вот на таком. И вы знаете, она говорит, ну, я не могу по-другому. Если я напишу цену больше, а у меня есть еще другие объекты недвижимости, то мне налоговая спросит, а почему у этих в договоре 25, а у этих 5? А мы на одном, ну, у него несколько таких блоков. Как бы это вообще невозможно все. И опять-таки на рынке, они же знают, какие цены. И у нас все так делают. И вы вообще никогда не найдете ни одного арендодателя, который вам согласится честную цену прописать. Вы вот так и не найдете помещение. Ну, и начинает вот так давить. И, честно говоря, мы так переглянулись, переглянулись. И говорим, ну, тогда мы уходим. И мы ушли. Знаете, такое было чувство, что... Ну, я не знаю, не хочу преувеличивать и драматизировать, но мы были настолько разбиты и подавлены, что муж со мной не разговаривал всю дорогу, пока мы ехали до Зуевки. Это час. Не потому, что я что-то неправильно сделала, просто мы были настолько расстроены. А Женя, он вообще даже, он сразу ушел. И все. И мы, короче, вот, знаете, все так развалилось. И Володя говорит, я больше вообще не буду никакое помещение искать. Я уже, ну, мы уже устали. Вот. Ну, значит, вообще не будем это делать. И мы едем, знаете, такие расстроенные чувства. И мне приходит такая, через полчаса где-то такая мысль. А что, если это была просто проверка? А что, если бы вы здесь поддались, ну, вы бы куда-то не туда вообще залезли? А что, если Бог это сделал, чтобы просто проверить и дать вам нечто такое, что вы даже себе не вообразите, если вы проявите здесь верность? Ну, эта мысль меня немножко успокоила. Мы вернулись домой, и я села опять на… У нас есть аналог Авито, объявление. И начала опять просматривать, в который раз уже, не знаю, какой раз. Ну, потому что я уже все посмотрела, ничего не было. И тут мои глаза падают на еще одно объявление. Я его даже не замечала. Вот такое здание. А, потому что оно было очень большим. Оно было 180 квадратов. И думаю, ну, зачем нам 180 квадратов? Там было 35 квадратов за 25 тысяч. А это 180 квадратов. Это нереальные деньги были бы для нас, аренды. Ну, думаю, ладно, позвоню. Звоню. Но я же уже понимаю, что она сказала, ни один арендодатель не будет делать с вами белый договор. Я говорю ему. Здравствуйте, здравствуйте. Я говорю. Ну, там, что за помещение, то, сё. Говорю, скажите, а если мы с вами заключим договор, мы сможем написать реальную сумму, сколько мы вам будем платить? Он говорит. Девушка, зачем вы лезете вперед паровоза? Вы еще не видели это помещение. Мы еще не видели вас. Зачем эти вопросы обсуждать? Я говорю, ну, просто если этого не будет, мы даже дальше обсуждать не будем. Он говорит, да это вообще для нас не проблема. Мы вообще все сделаем правильно. Хорошо, говорю, а сколько у вас киловатт энергии? Нам нужно было минимум 30. Он говорит, а сколько вам надо? Я говорю, ну, хотя бы 30. Он говорит, у нас, я забыла, 85, по-моему. Ну, это вообще нереально, очень много. Я говорю, ну, ладно, а сколько это стоит? А он говорит, 35 тысяч. Те 30 квадратов с низким количеством энергии, 25 тысяч, а это стоит 35 тысяч. Я говорю, а может, скидка какая-то? А он говорит, ну, поговорим. В общем, приезжаем мы туда. Оказывается, а в том первом помещении, это была только торговая площадь, мы бы не смогли там ни хлеб печь, никакое производство делать. Вот просто как ларек такой. А здесь оказалось, что здесь всегда был общий пит. Всегда были рестораны. То есть здесь все сделано для кафе. Мы приезжаем и смотрим. Вот этот фасад, вот не алкомаркет. Как раз соседи очень хорошие. А рядышком, где аренда. И оказывается, у них помимо 180 квадратов, еще больше 100 квадратов летняя площадка в нагрузку. И вот в таком виде оно было. Огромные потолки, очень красиво. Но оно без ремонта. Ну и представляете, что значит сделать ремонт на 180 квадратов. Таких денег, конечно, это нереально. И когда мы с ними начали говорить, оказалось, что они говорят, ну вы просто предоставите нам проект, ваши дизайнеры нарисуют, а мы сделаем ремонт. Я говорю, а кто за это платить будет? Ну это не я говорю, это муж мой говорит. Он говорит, ну мы. Вы такое где-нибудь слышали еще? Да. И вот сейчас уже начался ремонт. Мы подписали с ними договор. И мало того, это помещение нам будет стоить 30 тысяч в месяц. Даже не 35. И знаете, здесь какая математика. У меня с математикой плохо. Но здесь я понимаю. Там нам нужно, у нас такая система налогоблажения, что мы платим, по-моему, 20 процентов с чего-то там. Не знаю, с чего. В общем, если бы мы платили аренду, которая не учитывалась бы в договоре, то мы не смогли бы ее списать в расходы. И мы бы за эти 20 тысяч еще платили бы сверху около 5 тысяч налог. Потому что мы не можем их показать, что это расходы. То есть на самом деле первое помещение нам бы обошлось не 25 тысяч, а сколько? 30. А это помещение нам обошлось не 35, а сколько? 30. То есть одинаковая цена получилась, представляете? И все, что нужно, тут есть. И вот это проект нашего будущего кафе и магазина. Просто, чтобы вы порадовались. Здесь будет 2 зоны. И кафе, и магазин. Очень красиво. Витринные окна. Вот дай Бог, так это все будет выглядеть. Так что приглашаем на стажировку, на еду. И просим молиться. У нас была мечта, и мы приехали в Ростов, когда там был Тед Вильсон. И мы попросили его, помолитесь, пожалуйста, о нас. И он помолился. И мы видим, что как-то вот Господь открыл. Так что молитва, она творит чудеса. И я хочу всех вас призвать, когда у вас есть риск, что вы все потеряете, если будете честными. Это на самом деле не потеря, это приобретение. Аминь. Спасибо большое, Лена. Да, действительно, слава Богу. Людмила, приглашаю вас помолиться за этот замечательный проект. Как вот просто вот картинка такая. Великие прайды, наш Небесный Отец, мы так Тебя благодарны за милость Твою, за Твои уроки, за Твою любовь. Мы Тебя благодарны за то, что Володя с Еленой и Майклим проявить такую стойкость и мужество, и проявить честность. Господи, и мы Тебя так благодарны за то, что Ты так обильно благословляешь, когда дети Твои сохраняют Тебе верность. Благослови этот проект, чтобы он действительно был так сделан, как задуман, чтобы имя Твое было прославлено в этих стенах, чтобы многие люди могли здесь узнать о Твоей любви. Благослови, Господи, Семене Жельске, благослови всех, кто работает вместе с ними и помоги, чтобы мы все вместе могли славить Тебя в вечности. Во имя Отца и Сына Святого Духа мы так Тебя за все благодарим. Аминь. Спасибо за этот опыт. Да, действительно, если мы будем честны перед Богом, то Он обязательно нас благословит. А сейчас я приглашаю сюда Анатолия Сажина, гостья из Молдавии, который нам расскажет также опыт свой. Добрый вечер. Будучи музыкантом, руководителем нашего униона, я обычно по субботам посещаю церкви. Мне нередко приходится проповедовать. И как ни странно, но я никогда не проповедую о музыке. Потому что, по моему мнению, наше поколение должно иначе думать о своих ценностях и о миссиях. прежде чем сказать мой личный опыт на рабочем месте, я попрошу тоже нашу Молдаванку прочитать вам цитаты из Духа Пророчества. Прежде всего, достигайте высшие слои, по мере возможности, не пренебрегая при этом и работая для низших классов. Служителям Божьим не следует истощать все свои силы и время на обращение тех, чья жизнь была посвящена служению сатане, приведшему их к полному разложению. Когда изгои общества приходят к нам, они, как и приходили ко Христу, мы не должны им препятствовать. Но Бог призывает работников к служению среди высших классов, которые, обратившись, смогут в свою очередь работать среди людей своего круга. Бог желает, чтобы их таланты и влияние были обращены на Его работу. Господь работает среди людей, имеющих способности и влияние, и приводит их к соприкосновению с братьями, распространяющими в нашем мире последнюю весть милосердия. Вот такой вопрос. Как достичь? Я воспользуюсь возможностью. Хочу поздравить мою супругу с днём рождения. Анна Петрович, она у неё завтра, но я хотел быть первым. Солнце село по-еврейски уже завтра. Приятно, что у нас так стало. Ну и вопрос был такой, как достичь вот этого слоя общества, высшей? Я как-то сел на коленях и молился Богу, дай видение, как быть. И через определенное время Бог ответил. Это не мой личный как бы вклад в это. Но у нас появилась уникальная возможность, чтобы мы строили адвентистскую школу. Я вчера вам сказал во время представления проекта, как это нам достигли. Начиная с того, что у нас была планка. Если бы были 30 детей в школе, мы бы открыли школу. Это 15 августа в прошлом году. А 1 сентября уже было 76 детей. Я лично живу 30 километров от Кишинева. И чтобы могли как-то заполнить школу детьми, к нам администрация униона пришла и просила, дайте, пожалуйста, ваших детей в школе в Кишиневе. Мы соглашались. Это для нас была большая жертва. У меня дома есть Волцваген Туран, 5-местный. Чтобы вы знали, до конца года, до 30 декабря, я в этом Туране ввез в школу 9 детей. Я специально еще строил себе деревянную скамейку, поставил в багажник. И в багажник трое издели, один спереди, еще 5 работ посередине. Я 10-й пассажир уже был, водитель. Короче, как это все было, это было чудо Божие. Но я вам хочу сказать конкретные опыты. Если можно, слайд. Если вы увидите одну учительницу, если можно, слайд из Фейсбука. Кто слайд из Фейсбука? Если можно? Нет, нельзя, да? Среди наших преподавателей только 5 адвентистов. Все остальные, начиная от атеистов и заканчивая все, что хотите. Одна из них католичка. После первой недели же учебы, суббота, у нас пятница, короткий день. Вот начинается на следующей неделе вопрос к нашему директору Адвентисту. А почему по субботам вы? И наши объясняют им, почему. Это, будучи образованный человек, идет в последующий воскресенье в церковь католической, и начинает общаться с их наставником духовным. И спрашивает, а почему мы соблюдаем воскресенье, а не субботу? А тот говорит, а потому что вот мы как церковь, вот по посланию там Петра что-то объясняет. Ну, вы знаете эту теорию лучше. Она говорит, да я понимаю, это вы как церковь, а в Библии написано иначе. Вот она, учительница. Да, написано иначе, но вы понимаете. И она вот начинает, в кавычках сказать, наезжать на него. И в конце концов он говорит, да ты можешь держать и в субботу, и в воскресенье. В чем проблема? И она ему прямо так поставила в лоб. Слышишь, я могу держать и в среду, и в пятницу, и в понедельник. Без разницы я буду держать. А почему ты, духовный наставник, учишь неправильно? Это были первые недели сентября прошлого года. Другой опыт. Поскольку у меня машина пятиместная, но девять детей, я звоню другу в Румынию. Дай совет, как быть? Вот у меня такая проблема. Он говорит, следующий рейс, садись на самолет, езжай в Бруссель, я тебе даю деньги, ты будешь покупать машину. Чудо Божие, я взял билет с Кишинева до Брусселя за 25 евро. Это был первый рейс визаэр Кишинев-Бруссель. Это было спецпродвижение. Я туда выхожу с аэропорта, он мне послал водителя с машиной. Потом мы встретились, он мне дает 9 тысяч евро. На следующий день он, его водителя, с полным баком соляра машина отправляет меня в Голландию. И своих двух сотрудников он заставляет искать для меня машину. И мы нашли. Он потом, возвращаясь из Голландии, опять в Белгию, он дал мне комплект новых колес зимних. Меняли все фильтры, заполнили бак, заменяли масло в двигателе и дали даже деньги на растамушку. До сих пор я вез до 31 мая 9 детей. Но после 31 мая мне начали звонить родители, у которых дети были уже в моей машине, говорят, а есть еще место? Я говорю, а у вас претензий не будут? Не будут. На данное время я каждое утро нарушаю закон моей страны, потому что утром и вечером я везу по 15 детей в Кишиневе и обратно. Ну а я сейчас скажу личный опыт на рабочем месте. Пока я езжу до Кишинева, это 30 минут езды. В одно утро один из подростков, 13 детей, спрашивает, а в чем смысл жизни? А я ему говорю, а жизнь не имеет смысла? Я задаю ему вопрос, а для чего мы живем? И когда я снял из его глаза, из его понятия слова Бог, вы сами думаете, что жизнь не имеет смысла. Мы мало чем отличаемся от животного мира и так далее. Правильно? И пришлось ему объяснить долю Бога в нашей жизни. На другой день он мне говорит, а ты знаешь, я не верю в этих субботников. А я говорю, тоже не верю. А ты какая религия имеешь? Он мне спрашивает. А я православный, я говорю о себе. А я тоже. А его мама, директор детского сада, и в каждое воскресенье ходила в церковь православную. Я его оставлял. Он думал, мама, знаешь, что наш водитель православный. Ну хорошо. И через 2-3 дня я ему начал так разговор и сказал, ты знаешь, какой я православный? Я ему объясняю. Ты знаешь, я задаю вопрос. Ты знаешь, что такое православие? Крединца девората на нашем языке. Это правильная вера. А что такое правильная вера? Я вот ему задаю вопрос. На чем основывается твоя вера? Ну не знаю. Я тебе скажу, на чем основывается моя вера. Я знаю, почему кушаю или не кушаю. Почему соблюдаю или не соблюдаю. Почему верю именно так или не так? Почему вот это так, а почему это не так? У меня, поскольку телефона, в телефоне у меня 2 варианта Библии. Я с узорлем не могу читать ему Библию. Я ему даю телефон. Вот, набирай код. Он открывает Библию. И там сам читает. И что вы думаете? Этот подросток идет домой. И все, что я ему говорю, он говорит маме. А мама его директор детского сада, где работает моя супруга. На следующий день, говорит моей супруге, Надина, ты знаешь, я понял, что мы ничего не знаем из Библии. А как это так? И начали уже последние полгода. Последние полгода моя супруга каждый день, когда идет на работу, с Библией в сумке. И они ведут глубокие разговоры о духовных. Эта директор школы сказала ей лучшей подруге. И в одно утро, когда эта подруга тоже подвезла своих детей к моей машине, я ушел в Чечневе. Они еще 2 часа обсуждали. А как это у вас? В чем это кончится? Вот мы ждем ближайший уже Новый год, когда будет у нас вечеря Господня. И она хочет быть на нашей Пасхе. Братья, почему вы вначале вам читали этот цитат? Потому что Бог не любит только средний слой и низкий слой общества. Я хочу обращаться к каждому из вас. Мы каждый имеем свое влияние на наше место работы. Может быть, нам стоит смотреть выше? Вот в последнее время Бог поставил на мое сердце такой план. Я вам скажу так, после визита Светланы Маловой у нас в Молдавии, чтобы подправедовать министрам, бизнесменам, банкирам и так далее. Кто этих слоев будет евангелизировать? И я скажу здесь в зале бизнесмена, это вы, братья. И сестры, конечно, прошу прощения. Потому что человек из среднего общества может евангелизовать среднее общество. А вы чуть-чуть выше. Встаньте, пожалуйста, орудиями в Божьих руках. И в конце я хочу вам сказать. Среди наших учителей, учеников, есть где-то примерно 10-15 детей, которые мы ищем для них деньги, чтобы заплатить им за школу. А из них это сыновья министров, прокуроров. Это директора. Нас удивило, что 1 сентября директор одной из школ Кишинева своего ребенка записал у нас в школе. А мы спрашиваем, почему? И нам отвечают они. Кроме учебы, у вас еще дают и воспитание. У нас каждое утро начинается с богослужением. Есть урок религии. И у нас четкие принципы. Опыт, конечно, миллиона. Но, по крайней мере, я стал сосудом в Божьих руках. Потому что моя маленькая машина. Я из пятиместного сделал девятиместного. Потом из девятиместной машины я сделал пятнадцатом месте. И сейчас молю Бога, чтобы я нашел эти девять тысячи возвращать долг, потому что, извините, а нужно еще где-то пять-шесть вверху, чтобы покупать за пятнадцать тысяч уже двадцать один местный микроавтобус. Потому что в следующем году уже братья и сестры этих наших школьников станут нашими учениками. И мы в восторге, что цифры говорят следующее. Вот в нашей школе конкретно, если сейчас сто восемьдесят детей, больше ста двадцати, ну плюс-минус там один-два, не адвентистов. А статистикой поговорит так, что из неадвентистских школ, где учатся адвентистские дети, остаются в церкви примерно процентов сорок. А в адвентистских школах остаются следы включительно неадвентистских учеников восемьдесят процентов. Поэтому давайте я вас поддерживаю всех, что вы имеете разные планы, кафешки там, еще что там, еще что там. А может быть нам цой думать максимум. Я прошу прощения, что ты сказал не так. Всего доброго. Все так, спасибо большое, Наталья. Анатолий, огромное спасибо, Лен. Прошу тебя, да, помолиться. Анатолий, не уходите за вас, мы сейчас помолимся. Пачи дом, Нолой. Господь наш Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что мы все можем находиться в Твоем деле и получать радость и вдохновение, когда мы слышим эти опыты. Мы очень просим Тебя за наших братьев и сестер в Молдавии, за этот чудесный проект. Господи, как давно Ты нам говоришь, что нам надо открывать школы, как медленно мы соображаем. Господи, благослови этот проект, чтобы он стал мощным свидетельством и чтобы он стал примером для многих других еще общин. И пошли им все необходимое, Господи, и финансы, и преподавателей, и детей. И самое главное, Господи, благослови их команду и руководителей, чтобы Дух Твой Святой мог использовать их в своем служении. Господи, мы также очень просим Тебя за все церкви, в которых есть шесть и более детей, как пишет Дух Пророчества, чтобы эти маленькие школы открывались и открывались. Все мы отдаем в Твои любящие руки. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Спасибо большое за Ваш опыт. Я приглашаю Вадима Харченко, который также расскажет свой опыт. Спасибо. А мы начали в 20 минут. Спасибо. Всем добрый вечер. Приветствую Вас, братья и сестры. Говорю, еще один молдаван, следующий на презентации. Друзья, Вы знаете, у меня множество служений, которые я совершаю. Но больше всего меня вдохновляет это служение в Африке. Честно, вот я слышал, был семинар Бондаренко, говорилось о благодарности против стресса. Вы знаете, я Вам скажу, вот две недели в Эфиопии, и у Вас столько благодарности Богу будет, когда Вы вернетесь домой. Вы себе даже не представляете. Ваша жизнь полностью поменяется. Я Вам это обещаю. Поэтому я часто... Я две недели назад как оттуда прилетел, поэтому я вот такой вот вдохновленный, эмоциональный всего. Но что хочу сказать. Ой, картина. Ну ладно. Недавно был конгресс Африка-Сочи. Вы помните, да? Приезжали... Африка-Россия. Приезжали в Сочи президенты разных африканских стран сюда. И в этот момент, когда они прилетели в Эфиопию, начался вооруженный конфликт, вооруженные действия. Стреляли, убивали. А мы как раз находимся в районе Никемти. И там рядом, вот мы слышим, как взрываются гранаты, как убивают людей. Я провожу его в английскую кампанию. Мне говорят, вот Вадим, сегодня 50. Убило еще что-то. И, честно говоря, мы так... Когда я прилетел сюда, Карпекину видел меня, «О, Вадим живой!» Я говорю, «Да, живой!» Вы знаете, и так Бог благословил, потому что вокруг была война, а к нам правительство успело прислать 2000 солдатов, и войны в нашей местности не было. Конечно, мы думали, там пастора были из Швейцарии, из других стран. Мы три дня ничего не говорили своим женам, никак не могли сообщить. Но в итоге все-таки сообщили, за нас стали молиться. И хочу вам сказать, когда демонстранты переградили путь, вот это камни были на пути нашим. Вот здесь взрывы всякие. Вы знаете, Бог такой ливень дал, что вот мы ехали через эти посты, и люди просто расходились. И мы смогли добраться до аэропорта, и вот я сегодня с вами. И я так благодарен Богу, потому что, честно, еще один такой опыт был в начале прошлый раз, когда я прилетел в Эфиопию. Мы за 30 метров до одного места, мы застряли, и целую ночь мы никак не могли выбраться. А представьте себе джунгли, страшные звуки, никакой романтики, ни света, ничего. То есть мы холодно, голодно. Мы пытались, ничего не получилось. И утром, когда мы проснулись, мы увидели такую картину. Все машины перевернуты за 30 минут. Вот такая машина, как у нас. Что оказалось? Оказалось, что за 30 минут после нас был крутой обрыв. И резкий поворот влево. То есть если бы мы не застряли в этой яме и поехали, мы бы 100% были вот там. Поэтому так Господь благословляет и сохраняет и спасает жизнь. Вы знаете, много есть способы, вот веру как взрасти. Но я понял, вот если ты прилетаешь туда, твоя вера так крепнет, честно. Ты молишься, как никогда. Там реальная жизнь и реальная борьба с дьяволом. Я вам немножко расскажу про Эфиопию, потом один опыт и закончу, потому что многое. Выбрал самое главное. Первый раз мы были в этом кампусе. Я только вышел, вот дети сразу нас окружали. Мы стали чистить обувь, потому что застряли были в болоте. И я чищу обувь свою, подбегают ко мне дети и начинают вырывать мой кроссовок. А я так за него зацепился, думаю, боже, это последняя обувь, у меня ничего же нету. Они отберут, и я вообще босиком буду ходить по этой земле. Подбегает пастор и говорит, Вадим, все нормально, просто они так воспитаны, что если они видят, что взрослые работают, а они отдыхают, это для них позор. И они, когда встают рано утром, они только видят, что бы делать, что бы родители ничего не делали. Они так воспитаны. Понимаете? Поэтому я когда сказал, некоторые говорят, слушай, мы своих детей на полгода в Эфиопию отправим. Вот мы вышли, сразу дети обступили. Я не знаю, они везде, везде дети. Я только вышел, вот дети, мы внутрь кампуса зашли, дети, везде смотрят под окна. Если ты на них не обращаешь внимания, они стучат в окна. Но они два английских слова знают, good morning там или еще что-то. Я тут начинаю им по-английски рассказывать, они снова good morning, good morning. В общем, вот такие дети. Вот эта дочка пастора, что она делает? она утром муку делает, потому что мама потом будет печь хлеб. То есть там нет, пойми, ни магазинов, ничего. Дети сами вот это делают, пекут. Вот это дом, это дом пастора, у которого, это не сарай, это дом, восемь детей, он с семьей, и восемь детей там живут. Это, поймите, это еще шикарный дом там в Эфиопии. У пастора 21 церковь, численно 21 церковь, где-то 300 членов, понимаете? И он посещает, не знаю, сколько раз в году получается, два раза с чем-то он посещает общины. Вот здесь он готовит еду, этот пастор. Здесь он пытается что-то вырастить, ну, обезьяны обычно первые собирают урожай. Вот сам пастор. Не знаю, фотографируются, они все время вот такие. Мрачные. Я всех прошу улыбаться. Он улыбается, и вы знаете, один диалог я вам скажу. Он говорит, Вадим, а у вас дети есть? Я говорю, да, есть, у меня одна дочка. Она говорит, да, ну, понятно, дочка, а дети есть? Я думаю, может, проблема с переводом. Я говорю, понимаете, у меня есть дети, у меня одна дочка. А у сыновей вообще нету. Я говорю, нету сыновей. Вы знаете, он на меня посмотрел, как на самого бедного, нищего человека на свете. Вы знаете, он так, и говорит, Вадим, я вам хочу помочь. Я говорю, как же ты мне помочь? И он говорит, зайдите, пожалуйста, в мою семью и выбирайте любого ребенка, какого вы хотите. Я говорю, подождите, я что-то, я вообще, он говорит президенту конференции, пастору Хомса, он подходит, говорит, слушай, Вадим, у тебя, правда, нет детей, только нет, нет сыновей. Я говорю, нет, слушай, возьми моего сына тоже. Для меня был такой шок. Кстати, вот он, такой мальчик хороший. Прям вообще, вот для них, вот это без проблем. Я все не слышал. Не привез еще? Дело в том, что жена, мне надо еще с женой поговорить. Это не то, что вот прийти и дать ей букет цветов, это немножко другой сюрприз, как бы там, я не знаю реакции, какая будет. Я посетил школу, вот эта школа до 1957-го была нашей школой, потом коммунисты пришли и отобрали ее, ну, вернее, то, что от нее осталось. Вот эта школа, кстати, здесь 8 классов, в одном классе 100 детей. Дисциплина строгая, там вообще. Я быстро пройдусь, потому что нет времени, видите, какие окна, еврозаборы здесь, еврогородки. Вот так они живут. Но поймите, они счастливы. Вот это директор школы. Они счастливы. Вот у них ничего нет, но они счастливы. А нашим детям и это тебе на, и то тебе на. И вот такие бурчуны ходят, такие недовольные все время. А у них ничего нет, они счастливые. Я проводил евангельскую кампанию в этой церкви. Было 300 членов, но она разваливается просто. И мы с Божьей помощью собрали полторы тысячи долларов. Андрей, вот сейчас такая церковь там стоит. Это на 500 человек, но она еще не готова. Там сделают окна, двери. Как за 500 долларов церковь можно, за 1500 долларов можно церковь построить там вот на 500 человек. Я говорю, в Эфиопии можно. Там очень недорого все. В этот раз, две недели назад я проводил служение вот в этой церкви, видите? Это церковь считается. А я говорю, слушайте, а что на крыше камни? Он говорит, ну Вадим, если мы заберем камни, крыши не будет, ветер снесет. А я думаю, зачем там камни? Понимаете? Вот так люди живут. Мы там лечили людей, очень страшные заболевания там. Но хочу сказать, что люди, понимаете, вот вы делаете то, что Елена Уайт говорит, вот при мочке все, через два-три дня они выздоравливают. То есть раны затягиваются, все, поэтому там очень большая нужда. Нет ни клиник, ничего нет, но они такие, мы их учили, обучали. Понимаете, мы две недели их учили хлеб печь. Потому что там хлеб разваливает, вот так как голландский сыр, тянется, и они такой хлеб едят. И животы болеют, потом они научились. Но я хочу вам сказать одно. Там такая ответственность, когда ты проповедуешь, потому что, вот представьте себе, вы проповедуете с пониманием, что завтра все эти люди будут жить так, как вы проповедуете. Вы понимаете? вот у меня была тема, они все там в этой церкви пили кофе, ну, до того, как я приехал. Все пили кофе, и у каждого в огороде растет кофе. Ну, вы знаете, Афиопия, главный экспортер кофе. Я пришел и стал проповедовать, что кофе нельзя. Объяснил им причину. На следующий день таких 20 братьев подошли ко мне, мы хотим с вами поговорить. Я такой, опа, поймали. Я прихожу, они говорят, Вадим, мы хотим вам сообщить, что вот с утра до обеда мы вырубили все деревья кофе у нас в наших огородах. Я говорю, как? Говорит, ну, вы же сказали, что вредно. Я говорю, ну, как бы, я обычно всем так говорю, но реакции никакой. Он говорит, ну, вы же сказали, это вредно, мы вырубили. Вот и все. Понимаете как? То есть там реакция, люди моментально меняются. Один опыт хочу вам рассказать про этого мальчика, и мое служение очень тесно повлияло, что сделал этот мальчик. Получается как? Я в церкви проповедовал, и у меня была с собой Библия на эфиопском языке, ну, мы крещаемым дарили, и я взял эту Библию с собой и хотел подарить. И я спросил, Виталий, спасибо, ты всегда выручаешь. Я сказал, кто расскажет десять заповедей наизусть, у меня есть подарок. Лес рук, я пригласил этого мальчика, он сказал десять заповедей наизусть, и я ему дарю Библию. В этот момент, когда я подарил Библию, он взял эту Библию, смотрю, руки дрожат, весь дрожит, он под майку ее спрятал, смотрю, все смотрят на него, и он под майку так положил эту Библию и выбежал из церкви. И на меня все смотрят, подходит пресвитер, и говорит, брат Вадим, я тринадцать лет пресвитер в церкви, у меня нет Библии. Я говорю, как у вас нет Библии? Вы пресвитер в церкви? Я понял, что-то с переводом не так. Я обращаюсь к членам церкви, братья и сестры, у кого Библия? Ни у кого нет Библии. Я через два дня наш кампус навестил президент конференции, говорю, пастор Фромса, в церкви нет Библии. Он говорит, Вадим, у нас нет Библии. Я говорю, как? Он говорит, ну ты пойми, люди в основном деньги никогда не... Они вот что вырастили, картошку, фасоль, единственное, они меняются между собой. Для них Библия четыре с половиной доллара, это очень дорого. Они никогда себе не могут позволить за такие деньги купить Библию. Я говорю, так читать. А они читать могут? Они все читать могут. И вы знаете, мы купили Библии. Второй раз, когда я приехал, удалось собрать деньги на тысячу шестьсот... на тысячу... больше гораздо, но мы купили только тысячу шестьсот Библий. Братья и сестры, вы поймите, там... Ну как вам сказать? Вот... У меня была одна лишняя Библия. Я старшему диакону даю и говорю, вот это передай пресвитеру. Я боялся, потому что мне сказал президент, если ты дашь вот так, будет драка. Они будут драться между собой. Я даю старшему диакону Библию. Он не передает пресвитеру. Пресвитер говорит, мне никто не передал. Мы приглашаем этого старшего диакона. Он говорит, Библия у меня, но я не отдам. Я говорю, брат, ну как бы пресвитеру сначала. Он взял Библию. Я на полном серьезе говорю. Он так вот поставил ее. Вот так вот скрестил руки и говорит, бейте меня. Я Библию не отдам. Понимаете? А у меня слезы. Я думаю, Боже, у меня 10 Библий на полок разных переводов. Кулакова, Мулакова, все что хочешь. Говорю, а здесь люди не имеют. Понимаете, они на обрывках газет пишут слова, библейские тексты, идут, дома учат наизусть. У них нет возможности. У них информационный вакуум. И они все умеют читать. И вы что бы им ни дали, они моментально принимают и хотят так жить. Понимаете как? Я думаю, Боже, если бы вот можно было... То есть мой проект сейчас, вот всякий раз, когда я еду туда, это обеспечить Библиями все семь конференций, которые там есть. Одна Библия на семью. Вот мой проект. И вот это мое желание. Я буду рассказывать еще дальше, в следующий раз, когда будет. Спасибо огромное за возможность. Молитесь, пожалуйста, за служение в Эфиопии. Спасибо, Вадим. Вадим, да, спасибо большое. Слава Богу за это служение. Ну что, все едем в Эфиопию? Не все сразу, пожалуйста. Деньги сдаем. Да, на Библии. На самом деле, у нас сегодня на полках столько Библии, да? Да, и порой мы их не открываем вообще. Вот как вот, бейте, не отдам, это дорогого, да, стоит. Да, и я приглашаю Анатолия. Помолитесь, пожалуйста. Очень наш. Прости нас, потому что мы очень часто пренебрегаем то, что у нас есть. мы благодарны Тебе, что, смотря на этих людей, там, где ничего не имеют, они верят в Тебя. Нам стыдно перед Тобою. И мы хотим ценить свободу, которую имеем, достаток во всем. И мы хотим посвятить каждого себя для Твоего служения. Особная молитва сейчас у нас для Эфиопии и для других стран, бедных стран Африки и не только. Благодарны Тебе, что каждого любишь. И Ты послаешь там Твоих людей, чтобы донести весть о спасении. Мы не просто хотим смотреть на них. Мы хотим стать частью Твоей миссии и в этих регионах. Поэтому наши сердца и наши деньги мы хотим дать Тебе на служение. Особенно благослови тех братьев, которые рискуют всем включительно жизни туда ездить. И пусть Дух Твой Божий будет над ними. Чтобы силой Твоей они смогли менять этот мир на этой земле и для вечности. Во имя Иисуса просили. Амин.